Мы хотим уточить этот праздник к тому празднику, да? Ну, все, начинаем с первого этажа. Потом поднимемся вместе с вами на шестой этаж. Мне очень радостно, что я сегодня имею возможность поздравить с нашим двум колледжем с таким замечательным даром, дар, который достается Алгинзе Ювелиром России. Мы эту идею вынашивали очень давно. Я считаю, что действительно мы попали в то, потому что очень хотели поддержать этих двух учебных заведений, но долго думали, а что дарить такое, чтобы это сохранилось на долгие годы, во-первых, а во-вторых, чтобы ученикам было приятно находиться в этой обстановке. Там у них и так очень красиво, очень, как бы, помпезно и очень деловито, но мы, долго думая, решили подарить картину галереи у наших русских ювелиров прошлых веков и считаем, что действительно это то, что должно вдохновить наших учеников, нашу молодежь. И они, конечно, читают галерею над картинами, они долго будут изучать их биографию, почему именно они, ну, если, конечно, их не знают, а многие, конечно, их очень хорошо знают, потому что они у всех на устах. И считаю, что для воспитания молодого поколения, конечно, такой замечательный дар, это очень-очень уместно, и для будущего, когда они закончат, они еще долго будут помнить, что, да, действительно там будут потрясающие вообще пляды ювелиров, которые, ну, на картинах, на картинах, на вот таких, обрамленные красивыми, значит, рамами, висят на их стенах, и, конечно, это все будет запоминаться очень долго, они будут рассказывать своим друзьям, своим родителям и так далее, и многие даже придут смотреть специально эту картинную галерею. Мы же ходим в музеи, там, всякие выставки, да, посмотреть портретные галереи, и, кстати говоря, не только живописные работы сейчас очень высоко ценятся, но и портреты, и портреты, и картины, и фотографии, даже сейчас есть выставка фотографий, вот у нас здесь много фотографов, наши друзья постоянно, которые находятся здесь, они сегодня здесь присутствуют, вот они подтвердят мои слова, что действительно сегодня я даже сам с удовольствием иногда хожу, значит, выставки по фотографиям, да, там, где представлены и исторические, и современные, ну, и здесь, конечно, исторические портреты, да, наших доблестных ювелиров, но это мы таким образом показываем, что память о них жива, и наша молодежь есть кому равняться, есть кем гордиться, и таким образом мы создаем оплённую такую атмосферу красивую, творческую. Одним словом, я бы хотел поздравить, почему мы в Умре этим колледжем, потому что они наиболее отличаются на фоне всех остальных, в стране у нас очень много, конечно, учебных заведений, всех мы, конечно, с удовольствием поддержим, но только подчередно, но самые уважаемые и самые значимые колледжи, это вот эти два колледжа, которые я сам посещал, знаю, руководство, к сожалению, здесь директоров сегодня нет, по уважительной причине, но есть представители, поэтому мы от всей души, от гильзии ювелировой России, дали... И фонда. И фонда, да, ювелирная фонда по развитию ювелирного искусства, дали вот эти замечательные портреты, восемь портретов, но пока восемь, это начало, мы понимаем, что их у них еще больше, у нас, кстати, на шестом этаже, куда вы подниметесь, вы видите, там огромное количество их, но это только начало, если у них на стенах найдется место, то мы каждый год будем это увеличивать, то есть главное начать весь этот процесс, поэтому поздравляю вас. Спасибо. Уважаемые коллеги, дамы и господа, я хотела бы добавить то, что Кайф Бутенченко по выступлению, что заканчивается год, и каждый год заканчивался у нас ювелирным благотворительным балом, который мы проводим, и он был четвертый, и с самого начала организуя, собственно говоря, стоят два соорганизатора его, мы решили, что баллы обязательно будут благотворительные, что именно наследства, они каждый год были разные, мы будем делать благие дела, и первые баллы подарили компьютерный класс колледжу Овчинникова, слабослышащим детей. В прошлом году у нас учащиеся колледжа Овчинникова и колледжа Фабеже получили специальные стипендии, специальные стипендии, именно, так сказать, от тех денег от всего сообщества ювелирного, которые были им назначены в прошлом году. И в этом году, учитывая, что балл и год посвящен 170-летию Карла Фабеже, мы решили, Оргкомитет решил сделать такой подарок. Я хочу сказать, что, Тайя Гуркевич уже сказала, и про шестой этаж, но чуть-чуть хочу сказать, как все это начиналось. Очень много написано о всех ювелирах, но, к сожалению, кроме Карла Фабеже, еще отдельных ювелиров, как они выглядели, никто не знал. И даже искусствоведы, которые писали о них, выпускали много книг, и до сих пор вы можете купить ювелирное искусство, да, с именами, но как выглядели они, их, к сожалению, не было. Поэтому потребовался огромный такой труд и время. Но все начиналось с портрета Павла Авчинникова. Вот с этого портрета, который был найден в историческом музее, в государственном историческом музее. Это было ровно пять лет назад. Когда ко мне обратился директор колледжа, на треугольном университете.